Теперь о ситуации в Донбассе. Ополчение заявляет, что провокации со стороны силовиков происходят уже по всей линии соприкосновения. Раньше столкновения фиксировали в районе Широкино, на юге и Донецкого аэропорта на севере. Теперь неспокойно и между ними. По информации штаба армии ДНР, Киев опять наращивает силы в зоне конфликта. В то же время из украинской столицы доносятся заявления о приверженности Минским соглашениям. Война и мир на словах и на деле. В материале Александра Бутухова. Режим прекращения огня действует на Украине уже больше месяца, но это перемирие по-прежнему остается хрупким. И постоянно нарушается украинскими силовиками, которые по данным ополчения наращивают группировку войск, причем по всей линии соприкосновения. И за последние сутки почти 40 раз обстреливали территорию ДНР и ЛНР. Ополченцы фиксируют передвижение украинских мобильных артиллерийских групп, как на премьер батальона Азовчия Гаубица Д-30, как утверждают в Минобороны ДНР, в нарушении достигнутых соглашений в Минске были развернуты близ населенного пункта Широкино, буквально в нескольких километрах от линии разграничения. Данная батарея, используя тактику маневренных действий, регулярно осуществляет обстрелы наших населенных пунктов и позиций на всю глубину районов, примыкающие к линии соприкосновения. Причем обстрелы ведутся не только ночью, но и днем, после чего батарея меняет район, чтобы не попадать в поле зрения ОБСЕ. Зато эта батарея попала в поле зрения журналистов Рейтер, которые и сняли эти кадры близ Широкино. Но когда разгорелся скандал, исходные данные места съемок изменили, перенеся артиллерию из Широкино в Урзув, что в 45 километрах к западу от Мариуполя. И это соответствует Минским соглашениям, которые, как заявил Петр Порошенко в интервью телеканалу Интер, ни разу не нарушались. Украина четко и беспрекословно выполняет эти шаги. Во-первых, мы прекратили огонь. Мы обеспечили отвод тяжелой техники и артиллерии. Мы обеспечили интенсивную работу наблюдателей ОБСЕ, которые имеют возможность проверять выполнение этого соглашения. Впрочем, из последних сообщений пресс-службы ОБСЕ можно сделать совсем другие выводы. В организации констатируют, что на днях одной из групп наблюдателей запретили проезд на КПП, расположенном в пригороде Луганска, который контролировали как раз украинские военные. И подобных нарушений совершается немало. Вот только европейские наблюдатели, по признанию главы российского МИДа Сергея Лаврова, не часто о них рассказывают. Мы настаиваем на том, чтобы доклады миссии сразу же распространялись для стран-членов ОБСЕ, а не направлялись в Вену для редактирования и препарирования. И те факты, которые доводятся до стран-членов ОБСЕ, говорят, что примерно 80% случаев проблемных, либо несоблюдения обязательств по отводу войск, либо отказ пропустить наблюдателей в ту точку, которую им хочется посетить, 80% связано с действиями украинских силовиков. Работе наблюдателей в зоне конфликта посвящен отдельный пункт Минских соглашений. В них же прописано и проведение конституционной реформы, которая должна закрепить за Донбассом особый статус. Но и эта договоренность не выполняется. Согласно внесенным Петром Порошенко поправкам в закон, особый статус может появиться только после выборов, а до этого момента территории самопровозглашенных республик считаются временно оккупированными. Впрочем, это не мешает президенту Украины рассуждать о планах на будущее, которых территории ДНР и ЛНР каким-то образом должны вернуться под контроль Киева. На сложном дипломатическом языке это называется реинтеграция, возвращение этих территорий в состав суверенной Украины. Это заявление Петра Порошенко в ДНР и ЛНР назвали абсурдным. Не совсем понятно, кого Петр Порошенко называет оккупантами. Возможно, местных жителей. Это вообще абсурд. Кто оккупирован, тоже не. Чередная фантазия Порошенко, который вместо того, чтобы работать над дорожной картой выполнения договоренности о 12 февраля, придумывает все новые и новые истории. Из интервью Петра Порошенко телеканалу Интер становится понятно вести диалог с представителями Донбасса, за которых, напомним, уже проголосовали жители. Президент по-прежнему не намерен и требует новых выборов, причем на своих условиях, что, по мнению главы российского МИДа, полностью противоречит минским договоренностям. В пункте 12 сказано, цитата, «вопросы, касающиеся местных выборов, будут обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Своим коллегам из Германии и Франции Сергей Лавров отправил специальное послание с призывом побудить Киев к выполнению взятых на себя обязательств. Александр Бутухов, Елизавета Волчегорская, Первый канал.